Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 18 главы книги Деяний. В этой главе, как и в главе 16-17, идет речь о втором миссионерском путешествии святого апостола Павла. Мы помним, как он отправился из Антиохии, прошел по диагонали весь Малайзийский полуостров, из Траады через остров Самофракию отправился из Азии в Европу, посетил города Неаполь, Филиппы, Амфиополь, Аполлонию, Фессалоники, Верею. В предыдущей главе мы помним, как он был в Афинах и произнес там проповедь в Ариапаге. А сейчас он приходит в город Каринф, который находится на так называемом Каринфском перешейке, который соединяет Балканский полуостров с полуостром Пелопоннес. И вот в городе Каринф апостол Павел останавливается у дух христиан, Акилы и Прескилы. Это супружеская пара. Насколько мы можем судить по книге Деяния, об этом здесь прямо говорится, что они были иудеями, но родом из города Рима. А вот как они оказались в Каринфе? Деписатель Лука пишет, что император Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. То есть они были вынуждены, согласно указанию императора, уехать из Рима и поселились в городе Каринф. Среди параллельных исторических свидетельств мы с вами в сочинениях Гая Святония Транквила, в его произведении «Жизнь двенадцати Цезарей», а именно в повествовании в той части этой книги, где говорится о императоре Клавдии, читаем следующее свидетельство. «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он Клавдий изгнал из Рима». Мы видим, что в данном случае свидетельства Гая Святония Транквила и книги Деяния совпадают. И тот, и другой говорит о том, что при императоре Клавдии, согласно некому указу императора, вот иудеи были удалены из Рима. А как относиться к свидетельству Гая Святония Транквила о том, что иудеи волновались неким Хрестом? Ну, в данном случае мы можем с известной долей убежденности говорить о том, что здесь имеется в виду именно Христос и, скорее всего, имеется в виду какие-то волнения в Риме, в иудейской среде, вызванные проповедью там именно христианства. Мы помним, как вот эти возмущения, эти волнения в иудейской среде происходили практически во всех городах, где проповедовал апостол Павел. Неудивительно, что и в Риме, куда проникло христианство тоже, могли возникать те или иные споры в отношении Христа. И понятно, что поскольку римские императоры, они боялись каких-то волнений, заговоров, и вот следствием это ввелось то, что иудеи были при Клавдии удалены из Рима. Ну, мне кажется, что такого рода параллельные исторические свидетельства из других источников, они дополняют вот ту картину, которую предлагает нам Священное Писание. Более того, говорится о том, что апостол Павел остался у них, то есть стал жить у этих христиан и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вот мы узнаем, каким ремеслом владел апостол Павел. Он шил палатки. Известно, что одно из названий палаток в то время это слово Киликиум, которое происходит от названия Малайзийской области Киликия. Это как раз-то область, где жил и родился апостол Павел, где находится город Тарс, откуда родом сам апостол Павел. То есть мы понимаем, что вот именно в том регионе это ремесло было очень распространено, и совершенно естественно этим ремеслом и владел сам апостол Павел, который предпочитал зарабатывать себе на жизнь трудами собственных рук. Хотя, в общем-то, и мог пользоваться денежным содержанием от христиан, как апостол, но все равно предпочитал содержать себя сам. Апостол Павел, как мы это знаем из содержания предыдущих глав, совершенно естественным образом начинает проповедь в этом городе с иудейской синагоги. Но и здесь, как всегда, возникают недоумения и непонимания. Павел вынужден был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды своей, сказал, «Кровь ваша на головах ваших», то есть, как бы, вашей погибели, духовной погибели, виноваты только вы сами, а я сделал все, что мог. Я чист, отныне иду к язычникам. Мы видим, что проповедь апостола Павла в Коринфе, она имеет вот такие, скажем так, два этапа. Это изначально проповедь в иудейской среде, но по причине непринятия этой проповеди апостол Павел обращает свои слова, свою деятельность именно к язычникам, к эллинам, которые, ну, очевидно, с большей радостью принимают проповедь апостола Павла. И он вынужден идти и жить в доме некого Иуста, дом которого был рядом с синагогой. Но, тем не менее, вот, несмотря на тот конфликт, который происходит у апостола Павла с иудейской средой, Крисп, начальник этой синагоги, он уверовал в Бога и крестился со всем своим домом. Вот, давайте вспомним, вот, все на этот момент случаи крещения, вот, в книге Деяний, крещения какого-либо человека со всем своим домом и семейством. Как мы помним, это был Корнилий сотник, это была Лидия в городе Филиппе, это был начальник тюрьмы из того же города Филиппе, и сейчас это Крисп, начальник синагоги в городе Каринф. Тем не менее, тем не менее, вот, такого рода ситуация, неприятие проповеди апостола Павла, вот, большей частью иудеев, она не могла апостола Павла каким-то образом не волновать, и, может быть, он даже пытался уйти из этого города. И вот, с 9 по 11 стих 18 главы говорится о том, что в этом городе в видении ночью Павлу явился Христос. И убеждал его, не бойся, говори и не умолкай, я с тобою, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И вот это явление стало переломным вот в этот период жизни апостола Павла, и дальше Лука добавляет. Он оставался там год и шесть месяцев, то есть полтора года после этого видения апостол Павел продолжал проповедовать в Каринфе, несмотря ни на какие трудности. Иногда полезно обращать внимание на весь контекст книг и деяний, и поэтому мы можем вспомнить, а когда еще апостолу Павлу являлся Христос. Да, первое явление это было по пути в Дамаск, это описано в 9 главе книги и деяний. И вот сейчас, следуя тексту, мы узнаем о втором видении Христа Павла уже из 18 главы книги и деяний. Но на самом деле между этими двумя явлениями Христа апостолу Павлу есть еще одно, но о котором будет упомянуто позже, в 22 главе. И относиться это явление Христа будет к моменту пребывания апостола Павла в Иерусалиме. Мы помним, как он рассказывает о том, что из Дамаска он вынужден был бежать по причине воздвигных против него гонений и преследований бежать в Иерусалим. Это еще было до первого его путешествия, да, еще было до проповеди христианства в Антиохии. Эти события описаны в 9 главе книги и деяний. И вот там, в Иерусалимском храме, ему явился Христос. Так что, если следовать хронологии жизни апостола Павла, это уже третье явление Христа апостолу Павлу. Если следовать пока тексту книги и деяний, это второе по счету явление Христа. Но события развиваются, мы можем сказать, предсказуемым образом. Во время проконсульства Галеона в Ахаии напали иудеи единодушно на Павла и привели его на суд. Какие обвинения? Этот человек учит людей чтить Бога не по закону. Ну вот интересная реакция римского проконсула. Она достаточно равнодушная, что, в общем-то, наверное, и в данном случае спасло апостола Павла. Если бы какая-нибудь была обида или злой умысл со стороны Павла, я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах, о законе вашем, то разбирайтесь сами. Вот в данном случае такой формализм римского чиновника, он сыграл в благоприятную сторону. И, в общем-то, этот суд над апостолом Павлом не состоялся. Более того, что Галлеон в негодовании прогнал их от места суда, ну и, в общем-то, начальнику синагоги Сосфену досталось. Он был избит эллинами, предсудилищем, фактически на глазах Галлеона. Но Галлеон, как написано немало, об этом не беспокоился. Но вот в данном случае, может быть, у людей, которые выступали против апостола Павла, в данном случае, может быть, хватило именно совести обвинить его по существу. Не приписывать ему, как мы видели раньше, в предыдущих повествованиях, не приписывать апостолу Павлу какие-то действия против именно римского государства и римского закона. Поэтому, может быть, вот этот случай в этой именно части с положительной стороны характеризует даже противников апостола Павла. И из Коринфа апостол Павел отправляется в город Кенхреи. Вот город Кенхреи, он находится на противоположном берегу Коринфского перешейка. Более того, что по обету апостол Павел вместе с Акилой остригает голову. То есть принимает на себя обряд Назарейства, о котором мы знаем из книги Левит. Это такой аскетический обряд, обед, который временно мог принимать на себя член израильского народа. Но опять мы видим, что апостол Павел, хотя причина здесь точная, в общем-то, не оговаривается, демонстрирует соблюдение тех или иных постановлений Моисеева законов. И точно так же, как это было в Листре, точно так же, как это потом будет в Иерусалиме в конце его третьего мессионерского путешествия, когда он это делает, чтобы снизить некий, скажем так, градус вражды в отношении себя, чтобы угасить те или иные слухи в том, что он якобы чуть ли не кощунствует против закона Моисеева. Скорее всего, что и в этом случае он это делает не потому, что был приверженцем вот этих обрядов, и не потому, что считал исполнение этих постановлений спасительным для человека, а очевидно, опять-таки, из соображений миссионерских для того, чтобы продемонстрировать где-то необходимое уважение к Моисееву закону и, очевидно, как-то расположить к себе тех иудеев, которым он продолжал проповедовать. Искренний хрей апостол Павел отправляется опять в Азию, в город Эфес, который находится на юго-западном побережье Малайзийского полуострова. Причем христиане города Эфес просят апостола Павла побыть в них как можно дольше, но он спешит на праздник в Иерусалим. Что это был за праздник? Здесь не уточняется, но, учитывая то, что апостол Павел отправляется морским путем, а значит, в общем-то, время этого путешествия выпадает на время, когда навигация в Средиземном море была открыта, очевидно, что речь ее точно не о празднике Пасхи. Поскольку праздник Пасхи празднуется ранней весной, то приплыть морским путем на этот праздник в Иерусалим из Малой Азии было бы достаточно проблематично, в общем, связано с опасностями и, в общем-то, судоходства как такового в это время не наблюдалось. Может быть, это был праздник Пятидесятницы. Так вот, он отбывает из Эфеса в Иерусалим, но обещает, что обязательно вернется в Эфес. И действительно, это обещание он исполнит во время своего третьего миссионерского путешествия и, в общем-то, исполнит это обещание сполна, поскольку будет жить в Эфесе аж целых три года. Из Эфеса апостол Павел отправляется в Палестину, на корабле прибывает в портовый город Кесарии, из Кесарии на праздник в город Иерусалим. После Иерусалима апостол Павел отправляется в Антиохию, проводит там некоторое время, и опять из города Антиохии начинается его третье миссионерское путешествие, как написано, что, выйдя из Антиохии, он проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, это все области Малайзийского полуострова, утверждая всех учеников. К концу 18 главы мы имеем описание с самого начала третьего миссионерского путешествия, но в стихах с 24 по 28 мы имеем очень интересный рассказ, который немножечко как бы прерывает повествование о третьем миссионерском путешествии апостола Павла, рассказ об одной удивительной личности, а именно об апостоле Аполлосе, о котором, в общем-то, мы знаем из послания апостола Павла, мы знаем из его послания, что он очень активно трудился именно для образования христианской церкви в городе Коринф, и вот мы имеем некую предысторию этого человека, которая здесь описана. Он был иудеем, родом из города Александрии, был красноречивый, сведущий в писаниях, пришел в город Эфес, а в то время как раз в городе Эфес находились Акила и Прескила, вот друзья апостола Павла, которые, очевидно, туда прибыли вместе с ним. Но что интересно, Аполлос был наставлен в начатках пути Господня, и вот в этом отрывке очень интересно обозначается христианское вероучение. Оно называется путь или путь Господень. Слово христианство пока мы еще не встречаем, мы видим, что в Новом Завете христианское вероучение обозначается либо словом Евангелия, либо Слово Божие, либо учение апостолов, но здесь мы видим еще одно обозначение для христианского вероучения, тоже своего рода термин, а именно термин путь Господень. И вот он, горя духом, будучи человеком ревностным, он говорил и учил о Господе правильно, но будучи еще не крещеным. Он знал только крещение Иоаннова. Мы видим интересный факт, что, оказывается, деятельность Иоанна Крестителя имела далеко идущие последствия, что, оказывается, ученики Иоанна Крестителя, те люди, которые приняли у него крещение, потом живут в разных уголках того древнего мира и потом постепенно продолжают вливаться в христианскую общину, в христианскую церковь. В 19 главе будет рассказ о том, как апостол Павел в городе Эфес найдет учеников Иоанна Крестителя, которых он будет крестить, которые станут членами христианской церкви. То есть вот эти эпизоды, они как бы костным образом, но помогают нам оценить масштаб той деятельности, той проповеди, которую проводил святой Иоанн Креститель. И вот интересно, что Аполлос, будучи еще фактически не крещеным, будучи еще формально не христианином, тем не менее уже проповедует Христа. Он смело начал говорить в синагоге. Акил и Прискил, которые находились в синагоге во время вот этого служения, во время проповеди Аполлоса, приняли его у себя и, как сказано, точнее объяснили ему путь Господень. То есть подсказали ему какие-то моменты христианского вероучения, которые, по их мнению, он излагал недостаточно, может быть, правильно, но тем не менее не менее ревностно. И очевидно, это был и тот период, когда Аполлос принял христианское крещение. В этом, наверное, тоже состояло вот это уточнение пути Господня для Аполлоса. «И он вознамерился идти в Ахаю, и братья, то есть христиане, послали к тамошним ученикам, очевидно, какое-то письмо рекомендательное, располагая их принять его. Он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью». Да, так содействовал, что, как мы знаем из первого послания апостола Павла к Коринфянам, что некоторые даже из Карифян начали говорить, что вот мы именно ученики Аполлоса, то есть гордились этим. Кто-то говорил, что мы ученики Павла, кто-то говорил, что мы ученики Петра. Павел критикует вот такие разделения между христианами, но это показательно именно с той стороны, что апостол Аполлос, он был одним из основателей после апостола Павла христианства в городе Коринф. «Ибо он в Коринфе сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая из Писания, что Иисус есть Христос». То есть тот Иисус, которого он проповедует, которого проповедуют апостолы, и есть обещанный пророками Христос Спаситель.